В приемном отделении Центральной больницы Мирного началось сезонное столпотворение. Каждый день к медикам обращаются пострадавшие. Причина – травмы, полученные после падений. Как борются с гололедом коммунальные службы в сюжете коллег из Мирного. Плюсовые температуры в марте для Мирного – большая редкость. В этом году весна решила прийти гораздо раньше обычного. В результате скорого таяния снега на улицах образовался ледяной наст. Городские коммунальные службы вывели всю имеющуюся технику. И в усиленном режиме приступили к уборке снега и льда. Начали к весне немножко шевелиться. Тоже хорошо. Я утром здесь проходил. Здесь куча была наборошенная снега. А сейчас еду – уже нет. Это о чем говорит? Организовано все как надо. То, что нужно убирать не только центральные улицы, но и дворах. Да, я с этим согласна. Обязательно нужно это делать. А так хорошо убирают. Уборка происходит как на центральных улицах и тротуарах, так и на окраинах города. 17 улиц у нас по техзаданию попадает. Все улицы мы обязаны один раз в месяц полностью под комплекс убрать. Ну а приоритет, естественно, как-то все равно первому маршруту – это Тихонова, Павлова, Ленина, Ленинградский. И в аэропорт. Ну так-то они и за речкой мы никогда не оставим. Не дай бог там не подсыпешь или не отгрейдируешь. Все улицы у нас один раз в месяц попадаются. Головную боль городской администрации доставляют юридические лица. За каждым зданием и учреждением закреплена определенная территория. Но не все ответственно подходят к своим обязанностям по ее уборке. Те задачи, которые поставлены перед коммунальными службами и подрядными организациями, финансируемыми за счет городского бюджета, те задачи, они выполняются. И поэтому хотелось бы это видеть от остальных наших жителей, конкретно юридических лиц. Несмотря на активное таяние, коммунальные службы города за последнюю неделю успели вывести более 7 тысяч кубометров снега. И это только начало. Роман Муконин, Мария Урцева, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».